Здравствуйте, меня зовут Алексей, мастер-приемщик автотехцентра Вилгут, расположенного по адресу улица Котляковская, дом 3, строение 16. Сейчас я вам расскажу, как происходит замена тормозных дисков и колодок на примере автомобиля BMW 3 серии 2012 года. Итак, как понять, что нужно менять тормозные колодки и диски? На большинстве автомобилей для этого предусмотрены так называемые скрипуны, которые при износе тормозных колодок трутся о поверхность диска, создавая характерный звук. На некоторых автомобилях предусмотрены датчики износа тормозных колодок, которые подают сигнал на приборную панель автомобиля, что колодки пора менять. Также не нужно забывать о проверке износа тормозных дисков. Их толщину проверяют специальным инструментом. Сейчас мы расскажем и продемонстрируем, как происходит замена тормозных дисков и колодок. Для начала снимаем колесо автомобиля. Откручиваем тормозной суппорт, снимаем и извлекаем из него старые колодки. Затем снимаем тормозной диск. Специальным инструментом разводим тормозной суппорт. Все детали тщательно очищаем от грязи и наносим медисодержащую смазку. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем тормозной суппорт. Устанавливаем колодки в тормозной суппорт. Направляющие тормозного суппорта тщательно очищаем, смазываем перед установкой обратно. По завершению всех операций устанавливаем обратно колесо. КОНЕЦ После установки колеса обязательно проверяем затяжку гаек или болтов. Проверять состояние тормозных колодок и дисков я рекомендую при прохождении каждого технического обслуживания. Данную проверку в нашем техцентре мы производим при каждом ТВО в рамках бесплатного контрольного осмотра. Если остались вопросы, пишите в комментарии под этим видео. И подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш канал.